Силуэты времени Главное – комфорт Большая или маленькая, функциональная или нет, семья за последние сто лет пришла к выводу Детям нужно больше свободы И это сразу отразилось в моделях детской одежды В конце 19 века маленькие девочки, а иногда даже мальчики, были скованы как физически, так и ментально Так же, как и их матери, они были затянуты в корсеты В начале 20 века новорожденных заворачивали в толстые шерстяные или хлопчатобумажные одеяла Этим тугим коконам прямая спина обеспечена Детская смертность начала падать, хотя педиатрия была лишь на ранней стадии развития Родители воспитывали детей и опирались на собственные теории, которые сейчас кажутся просто абсурдными Маленьким мальчикам разрешалось играть и резвиться, а их сестренки могли только наблюдать за ними Они боялись запачкать свои чистые платьицы В основном девочки занимались вышивкой Они тратили много времени, чтобы овладеть этим искусством Во время праздников и карнавалов дети надевали все самое лучшее В Европе их одежда шилась на основе местной традиционной одежды Девочки были одеты в чистые белые платьица А мальчики в костюмы с панталонами и галстуками А в шляпах они выглядели так же, как и их отцы Мальчики-подростки уже не хотели носить детскую одежду И короткие панталоны уступили место длинным брюкам На всех фотографиях в семейных альбомах младенцы были голенькими, как херувин Начиная с 20-х, у младенцев уже было свое приданное Еще в 1880 году Ада Беллен, редактор журнала Бэби Предлагала для малышей мягкую шерстяную одежду В приданное входили также нижние рубашки, сшитые вручную и вышитые на груднички И мальчики, и девочки были одеты в одинаковые белые платьица Похожие на те, которые надевали при крещении Под платьицем у малыша всегда был подгузник Это был просто квадратный кусок белого хлопка, сложенный треугольником Затем подгузником стали два куска материи, между которыми вшивалась губчатая прокладка Она неплохо впитывала влагу, но не спасала от промокания Это доставляло неудобства и мамам, и малышам Чтобы избежать этого, малыши пытались как можно раньше приучить к горшку Подгузник был всегда приколот к одежде булавкой Пол детей различали по цветам одежды С 1930 года девочки были одеты в розовый цвет, а мальчики в голубой Самой утомительной работой для мам была стирка Пеленки и подгузники кипятили в большом баке, а иногда отдавали в прачечную До того, как в обиход вошли стиральные машины, детское белье доставляло много хлопот Особенно, если у вас так много детей, как у миссис Дайон У них уже было пятеро детей, до того, как в 1934 году у них родилось еще пятеро Старшие дети семьи Дайон носили платьица от Ширли Темпл Короткие панталоны или трусики, шитые из тонкой ткани, пришли на смену коротким брючкам Предназначенные маленьким детям, они с удовольствием были приняты их матерями Которые надевали их вместо длинных панталон Малыши одевали в пастельные тона, символизирующие детскую чистоту и невинность Но часто все мамины усилия шли на смарку Ее просьба «не пачкайся» забывалась, когда надо было испечь пирог из глины Родителям нравилось одевать своих детей по последней моде Например, вот эта модная пара 30-х годов 20-го века Она в шляпе колоколом и в платье заниженной талии А он в матросском костюме Необходимым предметом одежды для каждой юной леди Была шапочка с заячьими ушками для прохладных весенних дней На день рождения всегда надевали черный жакет с английскими пряжками Как у маленького лорда Фаунт Лероя Вскоре дети стали носить комбинезоны Мамина просьба «не пачкайся» ушла в прошлое Комбинезоны менялись чаще, потому что их было легче стирать Страшное изобретение времен Второй мировой войны Комбинезоны с противогазовыми масками Но малышей надо было защищать от ужасов войны Во время войны детской одежды не хватало Приходилось переделывать старую Из брюк, порванных на коленях, делали отличные шорты Которые донашивали младшие дети После войны американские педиатры выдвинули новую теорию Детям надо больше двигаться и играть Чтобы они лучше развивались, им надо чаще гнуться и растягиваться Специальные упражнения помогали малышам расти сильными и здоровыми Мягкие свитеры были популярны как никогда Детская пижама, изобретенная американцем Уолтером Артсом Стала новшеством в детском гардеробе Одежда стала растягиваться по мере роста ребенка Благодаря новому эластичному волокну Смеси хлопка и нейлона Это демонстрация новейших моделей детской одежды Однако детям редко покупали готовую одежду Мамы в основном шили одежду сами А иногда заказывали у портных Маленькие девочки очень хотели быть похожими на своих мам Матроска еще долго оставалась классическим костюмом Для маленьких джентльменов Некоторые подростки стали тянуться к более удобным и практичным моделям В которых проглядывались черты спортивной и рабочей одежды Им очень хотелось Быть привлекательными Но большинство однако следовали взрослой моде конца сороковых Начало пятидесятых годов Им не терпелось вырасти Чтобы одеваться как их мамы и папы Юноши носили то же, что и их отцы Костюмы с галстуками Особо элегантная одежда надевалась к первому причастию Мальчики были в костюмах, а девочки в белых платьях Возможно, уже тогда маленькие девочки представляли себя в свадебном наряде Фактически они и выглядели как невесты В белых платьях с вуалью К концу пятидесятых грянула настоящая революция Женщинам хотелось избавиться от домашних обязанностей Им надоело готовить обеды и стирать белье для своих мужей Семья перестала быть ценностью Количество разводов возросло Феминистки открыто заявляли о равенстве полов Дети тоже получили свободу Их одежда стала проще, удобнее Ее было легче менять, что было особенно важно для начинающих отцов Мужчины с удовольствием выполняли свои отцовские обязанности Одежду для малышей уже не шили вручную, а покупали готовую Появились детские пижамы, которые стали самой удобной одеждой для малышей Даже самые неловкие отцы могли легко переодеть своего отпрыска Появились новые материалы Но зачастую удобство приносилось в жертву моде Раньше девочки старались подражать своим мамам Но грянули шестидесятые и все изменилось Женщину с радостью открыли для себя мини-юбки Мамы с удовольствием использовали материалы, предназначенные для детской одежды Теперь они меньше тратили времени на шитье и штопку, а больше отдыхали Воодушевленные нарядами Барби, девочки устремили за современной модой Комбинезоны были забыты, и девочки щеголяли в мини-юбках даже в школах Но пока девочки гонялись за модой, юноши хранили верность традиционной одежде Благодаря стиральным машинкам стирка уже не составляла труда Пресловутая фраза «не пачкайся» практически уже не имела смысла Новое изобретение для малышей – пластиковые нагруднички Их можно было не стирать, а просто вытереть Пастельные тона сменились яркими, но не маркими красками Разведенные мужчины создавали новые семьи и заводили детей Последнее нововведение – сменный подгузник Теперь менять грязные подгузники стало легче И детей начинали приучать к горшку тогда, когда они были к этому готовы Неизменный свитер, связанный бабушкой, уже не передавался из поколения в поколение Ребята носили джинсы и майки Спортивная одежда стала их новой униформой К ужасу матерей на детскую одежду приходилось тратить все больше и больше денег Нудные замечания родителей отвергались Дети больше не спорили с родителями Они их просто игнорировали Производители одежды держали эту группу потребителей под контролем Чтобы точно определить, что будет модно в следующем сезоне Простота и свобода определили сегодняшнюю моду Которая диктовалась поколением, выросшим в удобной одежде Которую не страшно было испачкать Теперь мы, не задумываясь, жертвовали модой ради удобства Это раньше мы носили каблуки и дорогую одежду, чтобы произвести впечатление Но став взрослыми, мы испытываем огромное удовольствие Надевая на себя самую удобную одежду Свою любимую пижаму Каждую ночь мы проводим в стране грез примерно 7,5 часов Это значит, что в течение жизни мы спим 220 тысяч часов Фактически треть жизни мы проводим во сне И никто не знает, во что мы одеты, когда мы в постели Давайте посмотрим, что люди надевали или не надевали на ночь за последние сто лет Ночное белье всегда было щекотливым и тонким вопросом Но оно всегда было обязательным Когда женщина входила в спальню, на ней было несколько слоев одежды Включая ночной корсет Несмотря на то, что в семье было уже несколько детей Муж никогда не видел жену обнаженной На рубеже 19 и 20 веков Целомудренная женщина не смела открыть плечо или распустить волосы даже в постели В приданные невесты входили не только простыни и наволочки, но и ночной халат В преддверии брачной ночи на халате вышивалась пара переплетенных инициалов Длинные ночные халаты были сделаны из плотной хлопчатобумажной ткани Они были удобными и простыми Прежде чем лечь спать, женщина заплетала волосы в косу Холодными зимними ночами мужчины надевали колпаки На рубеже 19 и 20 веков мужчины и женщины носили простые белые ночные рубашки Вскоре их стали шить из тканей разных цветов Мода менялась за закрытыми шторами супружеских спален В первые десятилетия 20 века некоторые модели были навеяны восточными мотивами Модельер Пой Пуаре предложил новую экзотическую моду Теперь дома женщины обычно носили платья-халаты и кружевные чепчики Журнал «Вок» убеждал, что будуарные чепчики необходимы, чтобы женщина всегда хорошо выглядела в постели В это время нижнее белье шили из тонкого полотна и украшали дорогими кружевами ручной работы Слово «неглиже» французского происхождения Оно означает «свободный, небрежный» В начале 20 века женщина, одетая «неглиже» лишь в чепчик и пеньюар, выглядела очень эротично Но роскошная жизнь длилась недолго Первая мировая война принесла много лишений и женщины очень тосковали по былой роскоши Ночную одежду все еще вышивали, но дорогой шелк заменили на хлопок Разноцветные ночные рубашки стали более короткими Но стремление нравиться и очаровывать оставалось Однако теперь белье стали шить из искусственного шелка или вискозы И оно было отделано не тонкими дорогими кружевами, а просто тюлем Чтобы расслабиться и покурить, мужчины носили дома халаты, которые предохраняли повседневную одежду от запаха табака В домашней обстановке мужчины носили такие вот простые халаты А женщины – допотопные кимоно Пижамы были заимствованы из Индии, бывшей в то время британской колонии На хинди слово «пижама» означает «панталоны» Популярность пижам резко возросла среди мужчин в конце 20-х годов В жаркой Индии их шили из очень тонкого хлопка А в нашем климате – из поплина, смеси хлопка и шелковой тофты Угловатые эмансипированные девушки, носившие мужскую одежду, с удовольствием приняли пижамы Французский модельер Жан Ланвен создал пижамы для женщин В нем женщина по-прежнему была привлекательна В пижаме можно было ходить по дому и даже появляться на пляже И это в те годы, когда женщины еще не отваживались носить брюки В сентябре 1939 года в Европе началась Вторая мировая война Угля не хватало, в домах было холодно И солдатские жены носили банные халаты своих мужей И снова вернулась почти забытая, но удобная ночная рубашка А эти пижамы защищают от радиации Взрывы первых атомных бомб привели к тому, что люди еще долго не могли спать спокойно, опасаясь ядерной атаки Но не все ученые работали на войну Вскоре было изобретено замечательное синтетическое волокно После войны маленькие девочки и их матери жаждали новых моделей ночной одежды Уроженец штата Айова Уоллес Каратерс изобрел нейлон И шикарная ночная одежда стала доступна каждой женщине Это волокно стало изобретением века Оно было недорогим, легким и удобным Роскошные нейлоновые халаты стали классикой 50-х годов В холодные зимние ночи для мужчин и маленьких мальчиков Не было ничего удобнее, чем классическая полосатая фланелевая пижама Она годилась и для сна, и для игр, и для радостного Рождества Девочки тоже обожали носить пижамы И шили из джерси, хлопка или шерсти В отличие от полосатых пижам для мальчиков Пижамы для девочек были более разнообразны по фасону и расцветкам Жаркими летними ночами мы часто надеваем халаты на голое тело Нам интересно, что надевают на ночь знаменитости А что надевала на ночь Мерилин Монро? Ну, конечно, Шанель номер пять И не только она одна В 1998 году 15% американцев заявили, что они спят совершенно голыми В 50-х годах мы что-то надевали на себя на ночь, но обычно очень много Все больше подростков интересовалась одеждой, одеваемой на ночь Такие звезды, как Сандра Ди, устраивали так называемые сонные вечеринки, где короткие ночные рубашки были униформой Что касается ночной одежды, то мужской гардероб был невелик Мужчины сохранили верность своим любимым домашним халатам, которые теперь шили из шотландки Перед тем, как лечь в постель, мужчины тоже ходили в халатах, но не из шелка, а из вискозы А пижама представляла собой шорты и рубашку В отличие от мужчин, женщины упивались разнообразием ночной одежды Теперь они могли выглядеть и как восточные танцовщицы, и как жены фермеров в цветастых халатах Однако их ночная одежда не так резко отличалась от той, которую мы носим сегодня Это была просто одежда для сна Вряд ли он наденет на ночь что-то новое И в бурные шестидесятые мужчины ложились спать в своих любимых полосатых пижамах Женские ночные рубашки стали проще Они были немного присборены сверху Но их расцветки стали более яркими Молодые девушки шестидесятых, носившие в основном шорты, спали в пижамах Особенно модными были шорты в стиле капри Их носили и днем, и ночью В шестидесятые в моду вошел стиль ретро Вновь вернулось шикарное белье начала века Нейлон сочли неудобным и отвергли В те годы в моду вошло все натуральное, и в частности натуральные материалы Особенно приятный, мягкий, теплый хлопок Нет ничего лучше, чем этот ансамбль, шитый из натуральной ткани И украшенный элегантной английской вышивкой Либеральные идеи сексуальной революции позволили некоторым спать на гишон Как ни странно, но Джон Леннон и Йоко Оно посещали сборище хиппи в пижамах В старомодных полосатых пижамах Под объемным халатом скрывается простая, но модная ночная рубашка Сегодня выбор ночного белья огромен Но многие предпочитают простые майки и боксерские трусы Кто бы мог подумать, что после 80 лет забвения, 80-е годы 20 века Вновь станут модными мужские ночные рубашки ярких расцветок Ковбойский стиль оказался недолговечным, слишком непрактичным А полосатая пижама оказалась живучей Она снова и снова возвращается в разных расцветках и моделях Снова вошел в моду элегантный мягкий ночной жакет из шерсти В последние годы стали выпускать роскошное ночное белье В стиле секси, шитое из шелка нежных тонов И если столетия спустя снова вернулись длинные шелковые ночные рубашки То это, несомненно, дань уважения высокой моде Вечно женственной и эротичной Авторы сценария и режиссеры Мария Никли Гуэрн и они Франс Мистраль Продюсеры Николя Гельцхойзер и Лоран Мини Фильм озвучен фирмой СВ Дубль По заказу ГТРК Культура Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok